Про исхождение искусства, собственно, про эволюционную эстетику достаточно сказать одну вещь, достаточно рассказать про птичек-шалашников, которые живут в Австралии и в Новой Гвинеи. Эти замечательные птички живут таким образом. Значит, самцы строят странные сооружения из веточек, из травы, которые называют беседки или шалаши. Это какая-то художественная вариация на тему гнезда, но как гнездо оно никогда не используется. В нем не высиживают яйца, не выращивают потомство. Это чисто произведение искусства. Самец всю жизнь трудится над своим шалашом, собирает украшения. У этих шалашников пара десятков видов, и у них разные эстетические предпочтения. Вот этот вид, например, очень любит синий цвет. Они собирают все синее, будь то пробки от бутылок, или синие жуки, или ягоды, и раскладывают, украшают свой шалаш. Причем самцы конкурируют друг с другом. Они воруют друг у друга украшения постоянно, соответственно, охраняют их. Целые драмы разыгрываются. Зачем? Чтобы покорить самок. Самки, когда приходит время, прилетают к этим шалашам, придирчиво их осматривают. И если они удовлетворены красотой этого шалаша, а также красотой самого самца, и тем, как он себя ведет, он еще должен из своей коллекции брать самые потрясающие предметы и показывать. Если все это произведет достаточно сильное впечатление на самку, то она становится посередине вот этого дворца, посередине, и самец с ней спаривается. После этого самка улетает, вьет гнездо, откладывает яйца, выводит птенцов, все одна. Самец остается у своего творения, продолжает его украшать. Ну, да, кстати, есть сообщение, что некоторые шалашники дошли даже до того, что они умеют, находят ягоды своего любимого цвета, давят их, и какими-то палочками, какими-то травинками, ягодный сок, ну, как кисточкой, раскрашивают какие-то там части своего шалаша ягодным соком. То есть, если это не искусство, то что тогда искусство? Неудивительно, что многие эксперты видят в поведении шалашников ключ к разгадке тайны художественного творчества. Вот, например, что пишет Джеффри Миллер в очень известной книге, которая называется The Mating Mind, как перевести на русский, я не знаю, честно говоря, слово мейтинг, литературный перевод мне не приводит, приходит в голову, но кто знает английский, тот понимает, да, что это значит. Так вот, я хочу привести цитату, это моя любимая, из Джеффри Миллера. Вот он пишет, если бы мы сумели взять у самца атласного шалашника интервью для журнала Art Forum, он мог бы сказать примерно следующее. Я нахожу совершенно необъяснимым это непреодолимое влечение к самовыражению, к игре с цветом и формой только ради них самих. Я не помню, когда впервые ощутил в себе неудержимое желание создавать насыщенные цветовые поля в рамках монументального, но при этом минималистского антуража, но когда я отдаюсь этой страсти и ясно ощущаю свою связь с чем-то, находящимся вне меня, когда я вижу красивую орхидею высоко на дереве, я чувствую, что просто обязан ее заполучить, когда я вижу, что какая-нибудь ракушка в моем творении издвинута с мест, я должен положить ее обратно. Райские птицы могут отращивать красивые перья, но для этого не нужно обладать эстетическим чувством, только грубым инстинктом тела. То, что самки иногда приближаются ко входу в мою галерею и восхищаются моей работой, лишь счастливая случайность, и было бы оскорбительно думать, что я творю, чтобы размножаться. Мы живем в постфрейдистскую, постмодернистскую эру, когда грубые сексуальные метанарративы уже неуместны для объяснения наших творческих импульсов. К счастью, пишет дальше Миллер, к счастью, шалашники не умеют говорить. И поэтому мы вправе объяснять их искусство половым отбором, не считаясь ни с какими возражениями с их стороны. С человеческими художниками все несколько сложнее.